Здесь могли бы кататься дети, но не случилось. Хоккейная коробка на Балтийской простаивает уже несколько зим. Известно, что объект является муниципальной собственностью. Долгое время здесь находилась Сатурн, по-моему, хоккейная команда. Они занимались здесь. И коробка чистилась, заливалась. Года два назад команда съехала, коробка пересталась обслуживаться. И она, собственно, в таком состоянии. То есть микрорайон большой, густонаселенный, детей много. Коробка стоит пустая. То есть по факту сходить покататься на коньках здесь близлежащие, ну как бы в местности здесь некуда. Идешь вечером с работы. Здесь народу было всегда очень много. То есть пользовался популярностью взрослые, дети, ребятишки играли в хоккей. Возрастные люди были, то есть пенсионного возраста тоже были, то есть вставали на коньки. В этом году одна спортивная организация решила хотя бы летом использовать объект как волейбольную площадку и заключить договор на безвозмездное пользование с администрацией индустриального района. При этом речь шла именно о волейбольном проекте, так как сама по себе хоккейная коробка не соответствует нормам. С администрацией, когда коробка нам передавалась, сразу в договоре прописано, что спортивный объект, он не может быть использован по прямому назначению. Это хоккейная коробка. Ну здесь, во-первых, борта уже все побиты и не соответствуют размерам. Отбойники все сгнили. Мы с ними говорили, что максимум мы своими силами сможем здесь пятачок залить для катания. Но пятачок, сами понимаете, да, там 20 на 20. Больше мы, к сожалению, не сможем своими силами здесь что-то сделать. В какой-то момент жители микрорайона начали скидываться на обслуживание катка. Но оказалось, только один зимний месяц обойдется коробке в 50 тысяч. Это заливка, инвентарь, снегоуборочная машина. Мы сейчас на данный момент нашли организацию, которая поможет нам в заливке катка, которая нам озвучила свою цену. Ну, соответственно, мы им за месяц заплатим. Ну и дальше уже по факту. То есть, будут у нас деньги, значит, мы заплатим, если жители соберут. Если у нас денег не будет, соответственно, это опять все перерастет в сугробы и бесхозную коробку. Жители надеются на помощь администрации индустриального района. Ведь на содержание площадки зимой в целом потребуется 205 тысяч рублей. Но, как нам сообщили в мэрии, при планировании бюджета на 2020 и 2023 годы эти средства не были предусмотрены. Сейчас ясно одно. Хоккейная коробка не может содержаться только на энтузиазме людей, которые сегодня собрали деньги, а в следующем месяце нет. Этот вопрос будут решать завтра на встрече представителей мэрии и арендатора. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.